I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки, мы с вами в Экзаниме Мотаемся по последним локациям и давайте расставляйте уши на ширину плеч Потому что я вам сейчас буду рассказывать свои соображения о том, что творится Поскольку я тут немножечко покопался в вещах между этими сериями Прошло довольно много времени, ну примерно неделя сейчас прошла между прошлой записью и вот этой Я пошел на Steam Обычно я приходил туда, просто хватал какую-то карту, которая мне нужна была И быстро убегал, потому что я не хотел никаких спойлеров В этот раз я пошел и покопался там солидненько И оказывается, что в Steam давно описан этот способ Для получения доступа к секретному проходу на кладбище на втором с половиной уровне И много еще чего Но с другой стороны я рад, что хоть как-то более-менее с вашей помощью до этого дошел сам Чем вот полностью взял и стырил все со стимовских версий Ну хорошо, проблема в другом Я искал карту, карту вот этих вот подземелья и также карту рынка Поскольку на рынке-то мы с вами же были Да, я дверь видел Сейчас будем посмотреть Наверное, сначала туда даже зайдем На рынке мы с вами гуляли, мы его полностью весь обходили А вот поэтому подземелью мы не ходили почти что вообще никак Мы все откладывали, 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 а потом мы упали А потом нам прострелили колено, да, как по классику Так вот, нету карт вот этого подземелья Ну то есть сейчас у меня на втором экране открыты две карты Одна карта это рынок Причем эта карта не из стима Это карта Погодите Ёлки, а это где я вообще? Стоя мба А это где я вообще? Что это за место? А это случайно не мост? Это обвалившийся мост! Мы сейчас... Ох ты ж, ёлки! Это обвалившийся мост на рынке! Ё-п-э-р-э-с-э-т Не, как бы А зачем я здесь? не это все конечно очень классно знаю что погоди я просто боюсь у него броня очень такая я боюсь что он упадет я сейчас тут быстренько похожу просто по разведываю нет конечно это крутое место и все дела тут этот обвалившийся мост но что я здесь делаю поднятия кстати ничего не могу на рынке если вы помните есть такое местечко там мост и его секция обвалилась вот сейчас мы как раз под этой секции обвалившегося моста но зачем она здесь пройти отсюда я никуда не могу так ведь у меня кстати тоже не самую удобная броня поэтому я тоже не буду сильно здесь лазить ох ты так чувак пойдем райт что-то у меня были мысли в голове и вот после этого смотрите чем делает ковалка кусок идем пожалуйста вот с ним по таким местам страшно ходить реально страшно да это как бы выход из канализации все тела вот сюда вот но зачем ладно будем знать что она просто здесь есть я сейчас на рынке на рынке на рынке вот по моему это место ладно пойдем такого я не ожидал прям серьезно и такого не ожидал погодите я же говорю мне тут есть еще просто какая-то вторая карта и эта карта не похожа ни на один из уровней в экзамене хорошо будут с вами честен я вообще не уверен что эта карта из экзамене но просто по по стилю она очень похожа и я исхожу из того что я ни разу не видел такая эта карта не похожа ни на один другой уровень из этого просто делаю вывод что возможно это карта подземелья но я не уверен вообще сейчас будем искать какие-то точки соприкосновения если таковые найдутся вот например закругленность с круглой колонной сейчас я поищу это север да это север значит по и по идее должно быть это мне кажется это не та карта это немного печально потому что вот в этом подземелье я абсолютно не шарю как здесь и что мы тут падаем на ровном месте и еще мне теперь интересно ходит ли тут что-то больше чем фарши и и пасти вот этот завиточку он тоже очень такой выделяющийся я думаю что если это было бы карта подземелья бы сейчас нашел бы по этому завиточку но нет короче карта рынка хоть какая-то хоть кривенькая но она существует ей же мы кстати пользовались и в прошлый раз когда мы были на рынке и она нам блин фарш а нам помогла найти некоторые вещи это конкурс самый ловкий человек в мире фигасе он просто его распотрошил так сейчас лампочку включим ну с вот этой вот бронькой я на самом деле то блин подойди пожалуйста вот этой броньки я за нашего чувачка подойди блин да что ж ты не можешь схватиться за пим пачку спасибо за нашего чувачка не особо переживаю потому что ну его могут конечно вырубить и вот в том в этом смысле он получит урон но пока его не вырубят вряд ли что-то сможет его где-то хоть как-то пробить залезть сколько мне неудобства 3 при трех неудобства меня так мотает опять же я тоже понимаю что это канализация скользко и всякое такое но вот как-то от чего за место выглядит как переход или мне кажется нет погодите это просто провал тут ничего нет это просто огромное ничто спасибо еще раз из валялись интересно вот эти экскременты которые здесь они успели немножечко под засохнуть и под выветрится за то время которое тут прошло без людей но комнатка где комнатка была кстати забаррикадирована о фарш привет все мы договорились давай мы утащим труп этот с дороги чтобы ты через него не перецепился да к черту его а тут с продолжением как бы вот так вот не упал случайно ребят смотрите тут скелет скелет ор а у него мечок кстати а мечок ну не мечок неплохой но как бы мы оружие то запаслись наперед те лавочки они не двигаются никак вот в этом проблема не могу их поднять а это за а вот этих записок мы точно не видели журнал заполнен диаграммами того что выглядит как странные органы и кое чем другим чего вы не понимаете кажется в различные жидкости тестировались на тканях на 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 живых тканях большинство имен очень необычные на последней странице эти слова последние слова автора я думаю я здесь умру я слышу их возле двери они скребутся я не могу сбежать потому он лавочкой подпер дверь не фил знаешь что твои а что твои методы были полностью неэффективные в устранении монстров но я думаю мы мы все не так поняли иногда ну-ка вы шрифт офигеть как мелкий сейчас секунду ребят да в общем я думаю что мы что-то не так поняли ими управляет что-то другое я не виню тебя было честью с тобой работать и я знаю какой риск каким риском это все было пожалуйста береги себя а по а пожалуйста позаботься об с эстро с кто-то там хорошо так ребят книжечку вот кстати дневники дневники это отдельная тема это второй дневник который мы нашли инк под высохший кандал сумочка в сумочке кстати шприцы о бутылочка погодите вот этого по моему еще ни разу не было на этикетке написано защитный эликсир нефи или как его защищает против боли от зубной или от других ранений может может имеет побочные эффекты она запечатаны и внутрь и где погодите это первый раз когда мы нашли здесь жидкости телик какие-то эликсиры вы чё я правда не знаю насколько это хилка не хилка к тому что написано что она имеет побочный эффект шприц слушай дружище извини что мы тебя так уронили так у него тут джекет сапожки меч короче чувак тут заперся видимо он какой-то лекарь не лекарь и неизвестно кто он тут заперся и у него были эликсиры от чего-то но тут он таким помер как в общем-то и предполагалось погодите это кроме хилок это первые не пустые бутылки как гляньте реально двойной клики и можно использовать я не знаю какой эффект она даст но написано что обезболивающие все дела но действительно будет работать как хилка или это дает какой-то друг блин это реально что-то новенькое это первый раз вижу а тут тоже типа великая яма да ну да да этот кусок данжа полностью обвалился спасибо я туда не пойду я посмотрю потихонечку на батарейку на спине у нашего друга лька комната это все крайне интересно ну то есть камон и камон ладно кто понял тот понял я пока что без понятия как я буду выбираться из этой канализации но то что мы здесь нашли это чрезвычайно любопытные и интересные вещи и а фарш иди сюда дружище убей его от меня блин все успокойся прикинь умудрился ударить меня ну ну это вообще зачем ну кому ты что пытаешься доказать о уровень пришел здравствуй уровень здравствуй ясно солнышко так ладно по боевке они погодите это у нас armor по инсайту что у нас вообще есть инверсия union и кафе rins морковин форм комбайн продюсер так хорошо что у нас здесь осталось те три вещи которые мне обязательны сказать прокачать я прокачал есть еще одна вещь которую типа можно прокачать которая еще будет работать наверное вот это вот итерейшн становишься более эффективен при произнесении одного и того же заклинания я не верю что мне это надо погодите ребят может быть что у нас в бронике осталось это у нас активнее защищать это уже выбрана хорошо может мы в боевку как-то пойдем я до сюда не дойду наверное да не учтены так у нас тут три места есть это выучили это выучили это у нас бросить атаку быстро парировать после парирования быстро продолжить с атакой раньше комбат он и был был сил кстати 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 насчет щитов да ладно я уже почти ну хотя я могу еще об этом пожалеть ну я не знаю сколько еще уровне получу и мышцы вроде как типа за мага и все дела так она была был а эти вообще недоступны то есть можно лучше защищать прорехи давайте вот это быстрое парирование попробуем добиться до двуручного хотя вряд ли я получу три уровня уже мы не над не на том этапе игры где мог получить три уровня рассчитывать на то что я прокачать какие-то боевые навыки но все же не на тут у нас получается просто такой коридор в котором ну грубо говоря ничего нет парочка фарша обитала и все хорошо вот эти штуки я не сделать ничего не могу так вот ребят парочка вещей которая меня тревожит во первых само собой меня немножечко тревожит как я потом буду выбираться из вот этого места учитывая что у меня нет его карты и я его абсолютно не знаю ну допустим я побегаю вне записи просто для того чтобы попробовать отсюда выбраться это меньше из проблем которые меня тревожит теперь проблем побольше глядя кстати вот вот эти вот мостики по мостике глядя на на карту рынка я вспомнил что он же у нас весь испещрен провалами и это просто отвратительно с точки зрения нашего напарника то есть как я там буду бегать все успокойся поговорили и хватит как я там буду бегать с нашим напарником я не знаю потому что это будет ежеминутный риск того что он просто сорвется к чертям и куда-то улетит и улетит он не просто сам так сам по себе а еще и утащив с собой лучшую броню в игре которую я в принципе больше нигде да вот такой вот я циничный урод вот тут вроде как напарник погибнет но мне жаль кроме того что хорошего напарника так еще и такой шмот который он может утащить с собой кто поиск скелет и фарш а честом так много еще я упал какой молодец так c c3 я чуть на него кастанул но все этого мы закруглили один куда-то убежал этот пытается играть во вратаря сборной немного не падает ты ну зачем ты об скелет кстати я я не поля этот скелет не смог захватить что ли эти скелеты уже настолько безмозглой что их нельзя захватить ну с одним то ты справишься все нормально так как себя чувствуешь он год ну все все нормально в принципе можно не переживать серьезно они его не пробьют ну то есть с точки зрения брони ему никто ничего не сможет сделать это я не знаю кем нужно быть чтобы ему сейчас броню сломать в том состоянии в котором она сейчас големом нужно наверное быть это даже мне кажется когда мы дрались с големами что они его не пробивали они его просто вырубили а потом он уже получил красный урон от того что его вырубили там два-три раза чертовы подземелья хожу тут по ним не знаю что там по моему можно было чуть-чуть дальше пройти я что-то забил пошел обратно в этом обратно тут еще всякое обитает точные воды блин как два туалетных утенка серьезно ходим тут один фарш убежал но мне в принципе это не особо волнует потому что ну вот трое на нас налетели и они не смогли нам ничего сделать один убежал ну ладно догоним найдем на даем полу по ушам не догоним ну пусть живет здесь дальше в этой ванизме я не знаю такая жизнь по моему хуже о 2 это был раненый моего ваншот 0 и все ну просто все разочек я ему по ушам надавала еще пару раз прилетела от напарника и все и все нормально вот не упали я их не обыскивают да но в них же никогда вроде ничего нет он блин может быть того скелета надо было обыскать кстати ну да ладно они же типа уже настолько мутировали что них не осталось ни кармашков ничего можно подойти к ним такой что в твоих маленьких но ладно пойдемте серьезно меня сейчас немножечко напрягают диаблы которые будут на рынке и меня немножечко напрягает вопрос будут ли тут диаблы но если их тут не будет если подземелье на может предоставить только фаршей с фаршем мы справимся вообще без проблем так там мы были там везде свет горит если свет горит значит мы там были но проблема пойдем сюда фишка с лампочками реально очень удобно кроме того что становится светло можно очень хорошо отслеживать где ты был и где ты не был куда ты еще хочешь или можешь попасть видите тут все просвечено уже значит этот везде был к тому же вон там фарш и мертвые валяются хорошо по сути значит нам куда-то вот сюда честно очень страшно навернуться сейчас в слепую зону в какой-нибудь фигню так может сюда там типа туннель в одну сторону туннель в другую сторону тут лампочка лампочка это хорошо еще конечно же несомненно радует что у нас есть несколько входов в канализацию то есть мы можем просто где-нибудь как нибудь по стеночке шарится и потом все равно выйдем как-нибудь отсюда вот вот этот фишка с как-нибудь я не совсем уверен что она мне подходит что это за место так у чувака батарейка закончилась я наверное поменяю это пока что не является для нас проблемой поэтому я буду менять синих у нас довольно много там полу кто-то ходит ну-ка пойдем где ты тут ну так ботинки чапкают вот короче стой 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 вот эти скелеты я могу их захватывать нет по моему то есть заклинание применяется но эти скелеты не захватываются они на стадии мозгового расплавления уже как сырочки а пасть привет чувак и фарш смысле я че не достаю до вас я серьезно не достаю так погоди нет все это конечно хорошо дима напарник дурак ты еще тут застрял о ты само меня нашло скелет нам помог спасибо дружище нет он не щас по горбу даст все короче я пока валялся мне этим палкой по горбу настучал все успокойтесь до скелеты на этой стадии разложения они не захватываются почему-то я не знаю то есть на них вроде как еще и мясо осталось и все возможно именно дело в их мозговой активности там еще где-то фарш бегает ну ладно с этими тремя ребятами мы разобрались отсюда ты пришел да тут может быть что-то и быть может быть что-то и быть идеальный русский язык только от нас стронбокс эти знаете чем сейчас хочет с вами попробуем тут есть например водки сет куда мы сейчас поскладываем все монетки потому что я сомневаюсь что я буду пользоваться на даже если буду то пусть лучше так будет так у нас есть коробочка в которую мы сложим все наши лишние компасы потому что нам столько не так у нас есть вот такая вот штука куда мы положим вот это так 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 может в коробочку мы кстати и вот эти вот зельки сложим давайте чё бы нет у нас есть вот оружки вот карта вот кисет вот коробочка они блин все черные такие ну и давайте вот этот ящичек ящик я не могу с собой взять мне уже просто не хватит места черт ладно тогда дай карта таро я думал их всех и ящики потащить пришел этот фарш пусть там с ним разберешься да вот ну ему вообще не сложно с таким оружием с такой броней типа как у тебя ангут все все отлично хорошо что то тут охранял дружище ящичек вот этот вот который мы забрать не можем что-то еще было тут интересного столы и стулья нет обычная комнатка ладно пойдем посмотрим что здесь тут же тоже такая толпа народу тусила что вы тут делали втроем на как том анекдоте скелет по скелет фарш и пасть зашли за заходят в канализации и один такой говорит мне пожалуйста стакан фекалий другой горит мне пожалуйста тарелочку грязи а третий горит вы чё тут такие цены дорогие это ладно это просто через дорогу то есть мы вот тут везде были это тупо через дорогу и через дорогу творится вот такой беспредел вы нормальные вообще ну вот же мы тут везде были всех вот этих ребят потрошили просто зашли через дорогу тут уже короче на меня на нас набежало четыре человека разных это вообще как он там застрял еще схожу за ним или ты нормально я нормально нормально выбрался я не знаю по моему без батарейки ему было бы гораздо сложнее двигаться ладненько так чем мы собственно показалось что кто-то бежит на самом деле просто отблит отблитк грязи был какой-то а это все я понял где мы сейчас это вот это место где да мы сюда заходили тут был то ли сундучок то ли еще что-то да вот этот сундук да я даже не знаю я бы такой чтобы выбраться сейчас отсюда хотя нет но мы же еще не все исходили в общем то не знаю что дальше вот выход вот тут явно выход мы сейчас можем пойти и я даже знаю где мы выйдем но искать и ходить тут дальше приключения по этой грязи пойдемте еще немножечко накинем кружочек небольшой посмотрим может быть мы что-то и найдем потому что мне кажется таки было пару мест куда я мог бы свернуть но не свернул сейчас еще немного полазим потому что после нахождения вот этих бутылочек я чувствую что тут может быть что-то еще ценное так этого фарша мы тоже убивали это опять же выход выход до кто там говорил что насилие это не выход это выход хорошо выходов у нас много если чем ну тут везде уже эти трупачилы валяются мы по моему а хотя 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 стойте вот лампочка не зажженная вот дверь закрытая хотел сказать что мы тоже все видели но вот новые возможности открываются перед нами нет дело этого так хорошо что у нас тут сундук сундук это всегда приятно давайте что-то классное хорошо улучшение принимается это классно наверное я вот после все не влазит серьезно ну давайте я просто положу сюда лимит достигнут смеемся после слова лопата и там дверка еще в другую сторону сейчас тоже глянем что да почему ты как бы это зайти не хочешь приглашаю потусим а тут тоже чего-нибудь нюненькое хорошо по нормальному нужно было бы наверное составить карту этого подземелья потому что и карты этого подземелья пока что нигде нету или может я просто плохо искал но из того что я искал я так и не нашел ничего что могло бы быть хоть капельку карта этого подземелья его нет ни на фан этих сайтах не в стиме нигде хотя это подземелья существует уже довольно давно когда мы в первый раз играли в эту игру еще осенью прошлом году и тогда это подземелье уже существовало че неужели нет не было таких фэнов которые ой слушайте тут новая карта давайте-ка мы составим как тут и что слушать случай не то место по моему это то место куда хотел попасть я быстренько проверю тут да в этих уголках лампочек нету ай-яй-яй-яй поскользнулся зачем ты так и парень посмотри на меня делать я делаю как я ребят кто думает что мы тратим на это подземелье больше времени чем следовало бы я тут просто в первый раз это подземелье мы обходили я уже знал чего мне от него ждать здесь я не знаю чего мне от этого подземелья ждать и поэтому например вот даже у меня уже были мысли что он его нафиг бросить и уйти но все же нашлось какое-то новое место которое меня затянул и мне хочется посмотреть что здесь находится поэтому пожалуй эта серия у нас будет почти что целиком про это подземелье надеюсь вы не против но если вас это не устраивает то подождите пару дней и получите серию про рынок погодите чуть ну и все собственно что это за место стойте 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 ребятушки но тут же есть еще и вот такая штука фарш уйди от меня разбери с ним фас коленых 2 он вам не запутался в общем одного мы скопы теле быстро а этот большой большие кстати они да довольно мощный ну и их тоже мы короче давай вали его и пойдем дальше ты как в порядке он год ну да и хотим и ничего не смогут сделать на тканике раз чё за место чё за обвалившиеся руины развалины как это говно блин ладно слово говно к этой канализации состоящий из говно друголёк ты где ну что с тобой не так пойдем не отставай тут потеряться вообще расплюнуть блин там осталось место неизведанное тут осталось место неизведанное погодите да тут нет лампочек но ну вроде такое как бы не стандартное поэтому возможно его запомню а чё ты бежать то чё ты бежать сразу а разрыв дистанции по моему я ему почку вырезал чувак ну блин я же не то твои почки даже на донорство не пойдут они по моему даже внутри лохматые так что блин чё за срань здесь происходит тут завалило а тут а тут можно пройти не откуда фарш прибежал можно пройти так вали от меня вали вали чувака смогу все чувака с молотками вальнули такой свою же пятку обнял но они успевают снять половинку хп но просто фишка в том что они чисто вот вырубают убить они низ по вот мы здесь дрались с этой стороны вот же они все валяются а как мы дальше не по смысле а это мы сюда пошли накинули круга ля ох ты ж все я тебя понимать где сюда иди сюда иди сюда давай не задерживайся а мы на пришли отсюда потому что вон один ход засыпан один нет значит это просто вот выходы сюда же все я понял дверь а с этой стороны дверь ухты и там вообще куда-то проход хорошо пойдем по дверям я не против так знаете ребят таким образом у меня начинает складываться впечатление что если это лока будет достаточно откуда ты там взялся все сдохнет вообще на секундочку отвернулся бах 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 три удара зарубил вообще как нефиг делать вот табуреточки скелетончик ну как бы вот так скелетончик а что здесь вообще собственно зачем ну да ну комната со скелетом с табуретками а что здесь просто комната то есть когда-то это здесь было какое-то помещение но тут все обвалилась чувак застрял начал превращаться и все откуда востока берется фигмон вообще не заморачивается открой эту дверь мы здесь были открой ее пожалуйста серьезно он один на один с ними выходил вообще не заморачивается просто хоп-хоп-хоп и все чё тут чё как топ спасибо это чё прачечная в смысле министерство культуры то ли он гаснет смотрите 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 у него бронь католик гаснет то ли вот-вот погаснет ладно посмотрим он ну с этой штукой по крайней мере он дерется очень хорошо возможно кстати от этого же и зависит пойдем фух ну и чё тогда тут два прохода до 24 вы хотите сказать да и тут два тут в общем проходов вообще немеряно я не знаю куда это все ведет и куда это в принципе может вести как это зачем это и смотрите тут заново лампочки новые проходики новое все хорошо там за углом горит лампочка да нет это просто хотите мне сказать что-то выход наверх офигеть этот данж просто бесконечный ну вы посмотрите что творится тут просто проход на проходе это вообще как тут реально просто бесконечная просто а это тоже выход наверх выход куда пойдемте сходим насчет куда кстати дурной вопрос понятно же что на рынок просто какую именно часть рынка вот что я хотел сказать тут лампочки то кстати уже не включаются а это ярмарка ну слушайте то что-то гремит блин гремит прям прям рядом гремит здесь что ли а это диабло а успокойся ты все диабло слили и фарши тоже послевали он мне красного урона смог нанести серьезно ну в принципе в принципе ты как ну то есть вообще ни о чем да у него этот урон урон тяжелый типа руки тяжелые все дела но вот он со своими двумя упырями выскочил и все равно ну завалили ну вообще как бы ну короче ладно я ожидал не то чтобы худшего но я ждал этой встречи с диабло ну типа посмотреть проверить свои силы а тут я даже без артефакта без ничего с обычным мечом ну и в основном типа я же с ним а еще одна батареечка хорошо как раз вовремя потратили заберем вот так что ну вообще изички серьезно это он еще был с двумя фаршем если бы он был один мы бы наверное вдвоем побыстрее бы раскатали потому что чувак наехал на меня это и как бы убил меня а если бы мы бы типа вдвоем с ним сражались то было бы вообще как два пальца по моему и мне понравилось то что у меня почти что не пробивает то есть вот этот красный урон который он нанес его совсем чуточку чуточку это не страшно а кто у нас тут остался страшнее чем диабло да все в общем-то фарш и складывается с трех четырех ударов диабло и насколько их там на этаже еще 23 но кей а что еще у нас осталось чубака чубака полудохлый я к нему вернусь мы это обязательно сделаем все меня больше говорю заботят сейчас даже не диаблы а во первых что в наш напарник не свалился когда мы будем ходить по рынку и во-вторых то что по моему на рынке нету обычных зомбаков или скелетов там только вот эти вот где на модифицированные уроды а это значит что для того чтобы поднять зомби мне придется или возвращаться в хаб или может быть посмотрим на третий уровень смотря где мы вы нор ним а мне нужно будет скелеты мне нужно будет потом брать контроль над этим скелетом потому что я буду экспериментировать о пасть справишься с ними нормально я чуть помог но практически не считается так вот я хочу проводить все эти эксперименты с перелезанием с выставлением досок со всякой такой но раз уж теперь мы играем за такого персонажа фиг ли я буду это все использовать на себе но эти эксперименты имею ввиду я возьму себе какой-нибудь зомбачка возьму за него контроль и этим чуваком я буду уже делать все переходы перепрыги но для этого мне придется возвращаться куда-нибудь чтобы получить себе ну что ни одного из этих уродов я не могу не поднять не воскресить не захватить ничего не показалось или там что-то звенело ладно блин этот данж черт побери просто бесконечный я же не думаю что кто-то а еще одна пасть не думаю что кто-то ходит и гасит лампочки и и все просто все как-то да в принципе я уверен в этом уже я просто уже по привычке спрашиваю потому что ну надо бы убедиться но на самом деле я не думаю что есть сила которая способна сейчас его пробить до красного если меня-то в моем тряпье до красного почти что не пробивают то чтобы его пробили до красного я не знаю что там надо там по моему просто королевским тигром нужно взять проехаться по нему три раза вперед назад но тогда возможно его брони что-то станется а так что-то бегает до по местечко сундучком привет о оранжевая батарейка ребят для чего нужны оранжевые батарейки ну то есть когда-то кто-то мне об этом что-то писал но фактического применения сейчас я им не вижу здравствуй нет нет туда чё спуститься можно стоп серьезно я вот чисто по фонарику там сейчас вижу он упал там какой фэйл прощай дарил дарин ты был хорошим человеком хорошим танком очень отважным твою за ногу он упал по такой глупости блин и утащил мою броню с собой между прочим до свидания что там у нас поднять мертвяка это чё у нас было так это изгнать это команд первое да не с этими ребятами не прокатывает это дебил пал черт это место я помню я такой порадовался сначала что скелетик побежал такой с разгону и к черту туда навернулся а это кстати вот эти четыре места туда я пошел отсюда пришел а что у нас тут это посередине посередине а посередине комнатка пойдем заглянем целиковая зеленая батарейка целиковая это огромнейший огромнейшая редкость ну короче случилось то о чем я и переживал что он просто улетит в какую-то яму причем он же дурак том смысле что ну он же не понимаешь не надо гнаться это как знаете вот это вот собака которая бежит за машиной и потом машины и сбивает все тогда я валю из этого подземелья как по мне тут вроде как делать больше нечего купон там сюда надо было черт я забыл как из него куда там надо было чтобы свалить погодите или я тут не был еще конечно я тут не был еще блин и как раз я такой сказал ну конечно вдвоем там этих фарши ты сейчас затанчим а ну не фарши а диаблов и этот тварь и наберет суицидаются то чтоб тебя я до сих пор расстроен дурак так эпично тупо сдохнуть это просто нужно было постараться ну блин талант не пропьешь конечно но все равно а вот я теперь не найду чертов выход да мне кажется так и будет тогда предлагаю сейчас на вот этом вот серию закончим пишите что вы думаете об всем то что здесь произошло я наверно сейчас быстренько за кадром пойду выберусь из этой клоаке и дальше мы с вами уже продолжим путешествие по рынку может быть не по рынку может быть пойду заберу себе кого-нибудь в напарнике чтобы просто ходил внимание отвлекал короче посмотри как все будет происходить спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодших всем покеда а 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 Субтитры подогнал «Симон»